А это Абудави! Это Абудави, да! Сейчас вот, кстати, идем на ужин. В некоторых отзывах было заявлено, что на ужин нужно одеваться как-то совсем уж по-светски. Раз не пустили девушку ни в туфлях с высоким каблуком, непонятный отзыв. На обеде я была в джинсах, и сейчас я иду в джинсах, на обеде вообще-то мой парень сидел в шортах. Так что сейчас будем спростовывать эти мифы, как говорится. Ой, смотрите, как красиво! Сейчас вам приближу. Шикарно! Ну вот, идем удивляться на ужин, что у нас сегодня. Ну вот, прошли мы на ужин совершенно нормально в джинсах. Никто здесь в кринолине не сидит. Вот, принесли нам меню. Значит, есть здесь салаты с кукурузой или кремовый суп с брокколи. Дальше курочка, печеная рыбка, ягненок, овощи. Десерты есть, но мы их не будем заказывать. И соки. Варианты соков, но это не фреша. Ну, сейчас посмотрим, что мы будем заказывать. Первый заказ уже пришел. Супчик брокколи и сок. У меня апельсиновый, у Наташи манго. Но это не фреш, повторюсь таки. Это не фреш, обычный сок юпи. Сейчас попробую, если будет невкусный. Не, нормально еще, можно пить. Ну да, такой, видно, что из пакета. Вот, Наташке тоже нравится. Ну, сейчас будем наслаждаться супчиком. Это наша рыбка с овощами на гриле. Наташка говорит, очень вкусная и не острая. Отличный ужин, мне очень нравится. Никаких углеводов. Вот, немножко шумно в ресторане уже. Люди подходят. Все хотят покушать. Ну, все, приятного нам аппетита. Привет. С вами снова я, училка физкультуры в Эмиратах. И сейчас у нас ужин. И дальше прогулка по ночному Абу-Даби. Мы пойдем гулять на Корниш, на набережную, которая находится очень близко от нашего отеля. Еще раз повторюсь, локация отеля супер. Подписываемся, ставим лайк. Пошли смотреть ночное Абу-Даби. И вот мы вышли на вечернюю прогулочку. Такой променад. Вот наш отель Рэдисон. А вот чудесные дорожки для велосипедистов. Смотрите, как все удобно. Здесь люди приезжают, вот, даже со своими велосипедами покататься. Велосипеды есть и скутеры есть. Просто люди бегают, занимаются спортом. Ну, Абу-Даби просто какой-то современный европейский город, вы знаете. Смотрим, вот скутеры. Люди все занимаются спортом. Здесь скутеры. Интересно, вот, надо почитать отзывы, как их размагнитить и покататься. Вот, также есть велосипеды. А сейчас мы направляемся с вами на набережную Корниш. Ох, какой дом. Смотрите, этот дом жилой, здесь шторки есть. Этот дом жилой, здесь живут люди. А вот этот дом офис. Вообще шикарно, шикарно. Пока Абу-Даби очень даже нравится. Смотри, как деревья подстрижены. Четко. Вот обошли этот небоскребчик. Смотрим, да. Вверху такое соединительная платформа, мостик. Что это такое? Это вот, наверное, точно вверху, может, офисы. Каким-то интересным светом. Оно все озвучивается, переливается. А здесь такое небоскребище, можно сказать. Два небоскребища соединены в один. Интересно. А люди бегают. В Абу-Даби такая жизнь. Шикарная, ночная. Вот, наверное, отель Сент-Реджес. Пойдем дальше. Абу-Даби, народ. Ночная жизнь Абу-Даби. Мы с вами прогуливаемся к Корнишу. Вот небоскреб, который я показывала с мостиком. Вот он. И проходим напротив мола. Мол называется National Tower. В общем, если захотите перекусить, выходите из отеля и направо. Ну, если честно, лучше брать фуллборд, завтрак, обед, ужин, потому что цена вообще 25 дирхам за человека за перекус. Ну, где вы такое найдете еще, такую шикарную еду. Еда очень хорошая. Сейчас смотрим сзади велосипедики. Тоже можно подходить арендовать. Вообще очень прикольно. Абу-Даби пока очень нравится. Как-то неожиданно он открывается. Посмотрим сейчас еще, какая классная набережная Корниш. Мне все мои коллеги просто уши прожужжали. Что-то все время в Дубаях, в Дубаях. Давай, набережная Корниш в Абу-Даби. Нужно посмотреть. Я каждый раз собиралась, но каждый раз меняла направление и ехала в Дубае. Но вот сейчас наконец-то попала в Абу-Даби. Ну, шучу, не первый раз. Много раз я бываю в году в Абу-Даби на играх с девчонками из университета. Но мы видим только стадионы, раздевалки. Никакого города мы не видим. Ну, а сейчас, да, наслаждаюсь. Воздух здесь хороший, воздух такой. Не еляйновский. Хотя в маске, в черной моей спортивной маске было тяжело идти с пляжа. Очень тяжело было идти. Жарко. Я минут пять шла. Ну, в этой полегче. Хотя обычной медицинской маской, когда я делаю вдох, у меня какие-то кусочки ткани попадают в горло. Сейчас мне нормально вроде идем. Идем, идем смотреть Корниш. Вот одно из самых важных зданий на Корнише. Это, конечно же, туалет. Кому будет надо. Вот мы зашли. Снова-таки небоскребчик с мостиком Ориентир. Туалет. И вот уже мы начинаем все веселье. Идем на Корниш. Воздух, снова повторюсь, чудесный. Классно дышится. Не пыли, ничего. Скажем так, в Веляйне пустынный, песочный воздух. А здесь морской. Классный. Вот много всяких киосков с едой, с морожкой, с круассанчиками, с кофе. Ну, много также закрыто киосков. То есть сейчас будем выходить прямо к небоскребам. А здесь уже так маловато работает. Приятно людей мало. В основном много всяких велосипедистов, скутеристов проносятся мимо меня. Вот работает и сладкоежка, здесь и бургеры, и всякие пиццы. Вот цены посмотрим сейчас, кстати. Кому нужно выйти перекусить. Вот на перекус в Абу-Даби. Какие цены. Еще бы интересно длину этой пиццы узнать. Это Монакиш. Монакиш такая тонкая пицца, очень вкусная. Вот, есть пирог. Чекен пай, куриный пирог. Шпината. Вот, и бутербродики. Цены нормальные, сразу вам говорю. Думаю, это бутербродики очень большие. Вот еще что у нас здесь есть. Смотрим и кукуруза, и хот-доги, кофе, эспрессо. Знаете, адекватные цены. Адекватные. Соки всякие, водичка, 3 дирхама. 3 дирхама это меньше доллара. Ну, можно за дирхам купить, но это нужно в молоте. Все, идем. Идем уже выходить на набережную. Вот слева от киосков вышел такой шикарный деревянный настил, удобный. Уже и набережная начинается. И шикарные здания. Все в световой гамме. Попробую увеличить. Вот и колесо обозрения видно посрединке. Волейбольные площадки. Не знаю, открыты ли они сейчас для посещения всех людей. Людей мало-мало. Наверное, потому что сегодня воскресенье. Воскресенье это первый рабочий день в Эмиратах, как понедельник у нас. Все равно это радует. Хорошо. Мало людей. Можно прогуляться. Снять хорошие видео. Смотрите, что мы обнаружили здесь. Тренажерчики. Правда, понятное дело, что закрыты. Кто-то ленточку порвал. Заходить, конечно, не надо сюда тренироваться. Полиция на чеку. Но вот приятно, что есть тренажеры. Помню, в Гонконге мы были там на каждом шагу тренажеры. Вот и здесь, на набережной Корниша сделали площадочку. Люди могут и кататься на великах, на скутерах. И играть в футбол, волейбол. И бегать. И работать на тренажерах. Сейчас покажу вам площадочку. Вон, ворота видны. Ну, в данный момент, конечно, все закрыто. Спасибо Короне. В данный момент закрыто. И волейбольные площадки, и баскетбольные. Но вообще, конечно, очень здорово. В Абудавиу спортивная жизнь развита просто. Просто здорово. Мне нравится. А вот смотрим, есть ресторан такой. Явно не дешевый. Ну, здесь можно сесть и покушать. Вот это, наверное, пока единственный ресторан на Корнише, который мы увидели. Остальные кафешечки. Патрон. Патрон Мидхаус. Мясной дом. Да, мясной дом точно дешевый. В Абудави не будет. Вот, ну, мы дальше направляемся. Прогулочка. Посмотрите, какое все зеленое, да? Представляете, в пустыне столько зелени насажать. Это надо уметь. Вот еще площадочки. Но все они закрыты. Ну, когда-нибудь, надеюсь, все это откроется. А вот мы через зеленую аллею идем к охлаждающим аллее. К охлаждающей, прошу прощения. Смотрите, просто вода на нас сверху распыляется. Смотрите, дорожки какие уже. Какие дорожки уже мокрые. Шикардосно так пройти, конечно. Ну, наверное, телефон выключил. У меня один телефончик, на который я снимаю. Поэтому буду выключать. Будем проходить. Или попробуем пробежаться. Оно сейчас... Оп, одну опцию прошли. Ух ты, как же здорово придумано-то, а! Все-таки жарко еще. 35. Такое охлаждение. Это здорово. Вот Абудаби радует. Это здорово. Так, прикроем телефончик. Проходим, чтобы на него ничего не попало. Смотрите, скамеечки какие мокрые здесь. Ой, здорово. Действительно, легко-легко идется. О, Баги поехала куда-то. А мы с вами продолжаем прогулочку по освежающей аллее. Должна такое придумать. Молодцы какие. Смотрите, зелень какая. Какая зелень. Мы в пустыне. И здесь зелень. Зелень, освежающая аллея. Ёлки, это класс! Знаете, мы идем, а эта аллея не кончается. Идем с вами одни в ночи по освежающей аллее в пустыне, полностью зеленой. Вот это Абудаби. Отлично. Ролики, скутеры, велосипеды. Как оказалось, Абудаби просто, ну, дико спортивный город. А вот лавочка. На освежающей аллее. Посмотрите, какая мимишная. Ми-ми-ми, сколько сердечек. Keep your distance. Не сидеть рядом. Вообще, лавочка просто класс. Так, а что это у нас? Котик. Это котик. То есть живности здесь есть. Котики есть. Все в порядке. Ну, котик, видимо, своим делом занят. Не показывается он нам. Ну, вот такая есть аллея. Такая есть мимишная лавочка. По-моему, котик играется. Есть котики. И есть сколько же зелени. Посмотрите, какая зеленая страна. На самом деле, да? Объединенные Арабские Эмираты. Пустыня. Вот так вот скажешь, что я иду в Арабских Эмиратов? Может, где-то Бали. Не знаю. Таиланд. Таиланд. Испания. Ребята, комменты, пожалуйста. Что напоминает? Вот такая аллея. Освежающая. Класс. Мимишная лавочка. Просто космос. Котик. И очень-очень мало людей. Классно. Вот. Рассказываю вам все, что мы по набережной идем. А где же море? Где же залив? Ну, вот он. Просто его плохо видно. Пляж общественный закрыт. Вот вода уже. То есть мы идем параллельно. Морю, заливу. Просто снимать-то нечего, в принципе. Если бы подойти можно было. Но все перекрыто. Видимо, попасть можно только на частные пляжи сейчас. И то не на все. Вот аллея шикарная. Очень нравится здесь идти. Освежает просто дико. Ай, красота. Вот это прогулочка. Сегодня утром я была в песчаном пустынном Эляйне. А сейчас я оказалась в Абу-Даби. И даже не пойму, что это Эмират и пустыня. Нет, это Абу-Даби. Кстати, обязательно после короны, конечно же, съездим с вами в Дубай. Покажу вам Дубай. Так вот, в Дубай зерени очень мало. В Дубай просто все уже засажено небоскребанными каменными джунглями. Небоскребные небоскребы. Ну, когда въезжали в Абу-Даби, я такая, о, где небоскребы. Хотя я знаю, что и так здесь мало. Прекрасная прогулочка. А вот где-то вдалеке уже виднеются небоскребы. Такая маленькая сетка, ветка небоскребов. Все равно красиво, зелено. Сейчас, наверное, туда и дойдем. Вот, вышли мы на площадь. Впереди небоскребы. Сейчас эту красоту вам покажу. Вот, такая небольшая скибочка небоскребов. Ну, по сравнению с Дубай вообще практически ничего. Ну, здесь это и не надо. Здесь шикарный корниш, шикарная площадь. Представляете, если бы короны не было, как бы оно все кипело, веселилось. Ну, когда-нибудь, когда-нибудь все равно это все закончится, ребят. Закончится, мы начнем путешествовать, начнем встречаться, видеть друг друга. Наконец-то снимем маски, перчатки. И дай бог, все побываем в Абудаби снова. Вот, совсем близко подходим к оградке. За оградой море-залив. Или море, или залив, называйте, как хотите. Точно не океан. И наслаждаемся небоскребами. Вот такой он, ночной Абудаби. Прекрасен. Еще продвигаемся с вами к небоскребам. Снова аллея, которая дает нам влагу. И вот смотрим пляж, которого не видно. Просто действительно это набережная. Видно только песок, и то, что темно, это вода. Даже не знаю, возможно, днем он работает. Потому что люди только что выходили отсюда и переодевались. Мы зашли в туалет. Туалеты работают, бумага есть, все классно. Туалетов много. Возможно, люди переодевались после купания. Наверное, какие-то платные пляжи. Ну, а на местных пляжах, конечно, на общественных нужно находиться в маске. Или можно попасть под сильный штраф. Три тысячи гирхам или восемьсот пятнадцать долларов. Слава богу, что на нашем пляже можно масочку снять. Снова мимиши, значит, смотрим. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Какие мимишки здесь есть. Это просто класс. А смайлики заградительные. А мусорка. Ай, класс. Мимишечки какие. Чудесные. На корнише на этой аллейке. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. А возвращаемся мы с вами в отель. По параллельной улице, площади, как это можно сказать. Шли мы с вами вот там вот. И уже, как мы видим, аллея, которая давала влагу, отключена. То есть, уже все. Видимо, в девять часов они заканчивают давать воду. И снова мимишечные сердечки. Здесь очень много людей ездить на велосипедах, роликах. Уже не по дорожке. Уже надо быть осторожным. Такая прогулочка. Думаю, прогулка сегодня удалась. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не пропускаем новые видосики. Всем добра. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»